Грамматика английского языка, 5 класс, упражнение 182. Работаем с артиклями. Первое. Королева Елизавета живёт в Букингемском дворце. Королева Елизавета у нас остаётся без артикля. Почему? Потому что после её титула идёт имя. Если бы у нас было просто слово «королева живёт в Букингемском дворце», мы бы поставили «the», но так как идёт имя, то, соответственно, артикль у нас уходит. То же самое касается всевозможных принцев, герцогов и так далее. Только видите имя, вы уже не ставите артикль. Букингемский дворец запоминаем всегда, пишем без артикля. Queen Elizabeth lives in Buckingham Palace. Второе. Много туристов любят посмотреть Букингемский дворец. Давайте с него начнём. Много – это, конечно, a lot of, это вы все знаете. После a lot of никогда не увидите никакого артикля. Любят увидеть, опять же, Букингемский дворец у нас, без артикля запоминаем. И теперь с конца перевод. Снаружи дворца всегда много, ну, как гвардейцев, да, или стражей караула. Итак, во-первых, смотрим. Godsman. У нас в корне слово man во множественном числе. Поэтому здесь артикль нам не требуется абсолютно никакой. Потому что, напомню, после there is, there are, the не бывает. То есть, или a, или же вообще не ставим. Так как множественное, то мы не ставим. Снаружи дворца. Ну, вот здесь мы в курсе уже про дворец. О каком именно дворце речь идёт? Ставим the. И получилось Третье. Big Ben. Big Ben на самом деле это колокол. Big Ben запоминаем всегда без артикля. На самом деле это колокол. Не какой-то определённым, а в целом. Колокол. Поэтому a bell. Big Ben is really a bell. Четвёртое. Откройте ваши карты на странице 6 и найдите Вестминстерский мост, пожалуйста. Напоминаю, это было у нас, по-моему, ещё в начале Гаи. Вот эти упражнения на числительные. Так вот, ещё раз. Если у вас идёт сначала существительное, а потом уже числительное, вот оно идёт. Сначала page, страница, а затем числительное 6. То тогда мы здесь делаем пропуск. То есть то же самое, например, здесь страница 6, бывает там книга 4 или глава 8. Вот это всё в английском языке мы оставляем без артикля. А если бы было сначала числительное, то есть шестая страница, пятая глава, там седьмая книга, вот там артикль определённый Z мы бы ставили. Далее Вестминстерский мост. Мосты, название их ставим без артикля, и просто запоминаем правила. Open your maps at page 6 and find Westminster Bridge, please. Пятое. Лондонский Тауэр – это интересное место. Здесь, я думаю, вы уже тоже по вашему учебнику часто встречали названия Тауэра, поэтому the Tower of London, надеюсь, у вас на слуху. Это интересное место, не какое-то определённое, а в целом интересное место. Значит, Э, но так как interesting с гласной буквы начинается, звука, буквы, то же самое, ставим Н. Шестёрка. Чем знаменит Вильгельм Завоеватель? Тут дословно некрасиво звучит, поэтому, конечно, всё это дело таким литературным переводом лучше сразу переводить. Итак, Вильгельм Завоеватель. Вильгельм – имя. Перед именем мы, конечно, никогда ничего не ставим. Ну, Уэллим по-английски, да, по-нашему Вильгельм его часто называют. Дальше. Как только вы видите его, ну, как, можно сказать, кличку, да, или обозначение его там характера, как часто давали раньше правителям, то вот здесь у нас уже стоит определённый артикль. То есть вспоминаем русского царя Иван Грозный. Вот перед Грозным ставили бы «the», если бы это переводили на английский, или Пётр Великий, то же самое «the» мы бы ставили. «What is William the Conqueror famous for?» Семёрка. Вестминстерское аббатство – одно из самых знаменитых церквей в Британии. Запоминаем, что в Вестминстерское аббатство пишем без артикля. Одно из самых знаменитых. Здесь у нас превосходная степень прилагательного. В этих случаях, надеюсь, вы помните, мы ставим «the». В Британии. Конечно, Британию, думаю, тоже уже все запомнили, что мы её без артикля пишем. В Вест-Энди возле Пикаделлия Серкаса или площади Пикаделлия много ресторанов. Опять же, видим «there are». А, ну тут в любом случае у нас много. Мы, конечно, будем «a lot of» ставить. После «a lot of», как уже говорили, ничего другого нельзя делать. Просто пропуск. Вест-Энд – это у нас район Лондона. Его мы пишем с артиклем определенным. А площадь Пикаделлия у нас… Ну, название такое интересное. «Пикаделлия Серкас». Его иногда так и по-русски говорят. Но это название площади. Площади мы ставим… Ой, 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 ой. Как и улицы, всегда без артиклей. There are a lot of restaurants in the West End near Picadilly Circus. Трафальгарская площадь не очень большая, не так ли? То же самое название площади мы всегда ставим без артикля. Трафальгарская площадь не очень большая, не так ли? Десятка. Туристы в Лондоне всегда хотят посетить Вестминстер и увидеть дом парламента. Итак, туристы. В целом, просто любые туристы в Лондоне. Не какие-то определенные, поэтому мы их, конечно, оставим без артикля. Лондон. Название города, конечно, без артикля, как и любые другие названия городов. Всегда хотят посетить Вестминстер, район Лондона. Мы его запоминаем, что именно этот район, название мы без артикля напишем. И увидеть дом парламента. Ну, дословно, дома парламента. Тоже, надеюсь, вы его по текстам у себя помните. The Houses of Parliament. То есть вот так оно выглядит. Туристы в Лондоне всегда хотят посетить Вестминстер и увидеть Вестминстер.